Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Владимир Соловьев, я советник генерального директа в Нетрике медицины по развитию и стратегии. И сегодняшняя наша конференция, как, в общем-то, наверное, уже не первая на ИТМ, посвящена интеграционному подходу в автоматизации и информатизации системы здравоохранения. И мы считаем, что те победы, которые одерживает наша компания на рынке и продвигает свои решения и свой подход, который называется интеграционный, как у нас называют только шиномонтаж и прочие вещи, но это все мы, как раз-таки благодаря нашим партнерам и нашему, ну, поискам наших смыслов, да, то есть мы верим в то, что рынок – это большое количество игроков, которые должны обмениваться информацией и приносить максимум пользы тем, скажем так, заказчикам и пациентам, и клиникам, и Минздравам, для того, чтобы все было хорошо. И в этом году мы построили сессию немножко по-другому. Мы надеемся, что наши заказчики сегодня будут выступать весь день и хвалить именно нас за то, что мы вот такие молодцы и сделали все хорошо. И эту сессию начинает Алексей Алексеевич Архипов, руководитель Центра электронного здравоохранения МИАЦ города Санкт-Петербурга с докладом о пациентно-центрированной модели развития информатизации в городе. Добрый день всем, рад всех видеть, знакомые все лица, но не все, но многие. Значит, я тут, привет, попросили сделать именно по пациентно-ориентированной модели. Какой-то доклад, я его делал уже несколько лет назад, похожий какой-то. Кратко тут оставил на слайде, что мы уже с вами обсуждали на прошлых ИТМах, и архитектуру обсуждали, интеграционный подход, и мультисервисы, и джайл. Недавно, да, еще тут не вошло, наверное, мы обсуждали, как нужно заставить руководителя руководить, и как нужно организовать региональное управление цифровизацией. Очень много там проговорили, какие нужны специалисты, с какими компетенциями. Такой гайд, и я в этот раз тоже такой, ну, не совсем гайд, но такой обзорный гайд сделал. Соответственно, хотелось бы поговорить про то, зачем нужна эта пациентно-ориентированная модель, и в чем она сейчас хороша, и на мой взгляд, она во многом всегда хороша, и о ней нужно не забывать. И у нас, кстати, в городе, не знаю, как в других городах, не очень в курсе, но пошел такой серьезный в этом плане упор. У нас идет клиент-ориентированность в целом, мы переводим все органы власти на клиент-ориентированный подход, начинаем выбирать какие-то определенные виды услуг для различных клиентов, причем в данном случае мы говорим о клиенте, как о враче, как о руководителе, это все разные клиенты разных ведомств. И у нас прям серьезные такие встречи пошли последние месяцы на уровне вице-губернаторов, где мы обсуждаем, что мы можем улучшить на уровне госучреждений. Но мы сегодня хотели поговорить больше про пациентов. Почему вообще она важна? Довольно такой у меня старый слайд. Хотелось бы отметить, что вот у нас в городе руководители несколько сотен человек в здравоохранении, медработников 70 тысяч, уже как бы немало, но пациентов 5,5 миллионов. И как бы есть философия ультилитаризма, но чем больше людей получают пользу, тем больше нужно к этой пользе стремиться. Поэтому попытка удовлетворить максимальное количество людей, она всегда в общем, как это, благородна и в то же время, в общем, полезна всем разом. И я вот много раз об этом говорил, что очень важно смотреть на вещи с такой стороны, на мой взгляд, потому что если вы даете какие-то плюсы, преференции огромному количеству населения, то вы сразу показываете себя как ценного такого сотрудника со стороны, в нашем случае государственных учреждений, да, вы показываете, что вы дали новые возможности, если вы при этом сэкономили деньги, вообще великолепно, а если вы еще и это все красиво подали, то вы получаете что? Вы получаете дополнительное финансирование, вы получаете какой-то позитивный отклик с других сторон, от других органов власти, возможности с ними как-то коммуницировать, с ними как-то договариваться о новых проектах, о расширении в общем собственной сферы деятельности. У нас в Питере, вы знаете, давно уже, да, есть портал здоровья петербуржца, портал электронных сервисов. Я думаю, каждый может посмотреть сам внимательно, что именно он умеет. Я здесь очень кратко проговорю о его текущих возможностях и достижениях. Чуть-чуть забегая вперед, есть целый перечень сервисов портала. 31 у нас сейчас сервис и я думаю будет расширяться. Не буду про них рассказывать подробно, можно просто зайти и все там пошерстить. Весь личный кабинет, любой представитель любого региона в легкую зайдет в личный кабинет портала по Петербургу, не увидит, наверное, там своих данных, если вы не лечились в Санкт-Петербурге, но тем не менее, увидит там все возможности, которые в принципе есть. По статистике у нас в городе более 700 отдельных медучреждений, я говорю 700, это ТВСП, это отдельные какие-то здания со своими большими возможностями, потому что есть поликлиники, в которых юрлицо одно, но на самом деле это целых 14 поликлиник в одной. Чтобы создать вот этот портал и вот эту всю мультисервисную модель для пациента ориентированности, мы объединили более 40 различных информационных систем воедино, так или иначе. Вот это реально был интеграционный подход. Сразу оговорюсь, тема с Мономис у нас такая серьезная, хотя сегодня я следил за Павлом Сергеевичем, он в докладе указал Нетрику как одного из представителей Мономис, поэтому может быть можно уже мне в регионе ничего не делать, слава богу бы. Но если нет, то поскольку я архитектурой занимаюсь точно так же, и на мой взгляд вот эти разговоры Мономис, Мономис, но если вот так глубоко посмотреть и по-честному перед собой вот это все обсудить, то я бы сказал, что у нас не бывает монорешений или интеграционных решений, вы всегда что-то делаете какими-то отдельными людьми, какие-то отдельные компоненты, которые соединяете воедино. И если эти компоненты используют один и тот же внешний вид много людей, ну, наверное, это можно было бы назвать каким-то монорешением с моей точки зрения, потому что все остальное всегда требует каких-то интеграций, каких-то маппингов, конвертеров, дополнительных анализаторов внутри системы, от этого никуда не уйти. И все остальное, на мой взгляд, отлукавало. Поэтому к чему бы мы не шли, основной вывод скорее в том, чтобы иметь единый организационный подход, методологический подход, подход к работе, вот это, конечно, совсем другое дело. Хотелось бы немножечко поговорить о том, если вы берете какую-то пациентно-ориентированную историю, я просто рассказываю на примере портала, но это касается любых сервисов в целом. Вот когда мы делали личный кабинет, вот это пример того, как он выглядит, да, мы брали какие-то основы из социальных сетей, чтобы сделать такое оформление, которое сразу будет визуально, в общем, людям понятно, приятно и знакомо. И когда вы над этим всем работаете, нужно всегда в голове представлять, вот как это все вместе с разных сторон должно объединиться в какой-то конечный продукт, который будет в нашем случае пациентов удовлетворять. И вот кто в этом всем участвует? В этом, конечно же, участвуют руководители здравоохранения, поскольку они всем этим управляют, хотят они этого или не хотят, даже если отказываются. Врачи, конечно же, которые, в общем, дают все основные данные, и сами пациенты на самом деле играют немалую роль. Здесь не ошибка, не опечатка, действительно пациенты для пациента-ориентированности точно так же должны свой вклад давать. И я это объединил все в круг, потому что в данном случае тут самые просто суперстарс, это IT-специалисты, без них это все вообще не заработает. И, кстати, важный момент, что в данном случае IT-специалисты не просто в круг с ними идут, они должны понимать каждое звено вот этой всей цепочки. Какой вклад все эти участники могут дать для организации, вот в нашем случае, пациента-ориентированного портала сервисов? Врачи со своей стороны прежде всего должны обеспечить подход, единый к ведению больных и к заполнению данных по этим больным. Очень много, вот сейчас сессии только что мы закончили, с Максимом Анатольевичем Горогодным по поводу преемственности медпомощи. Там очень много разговоров шло именно о том, что нужно полноту данных обеспечивать самыми разными способами за счет интерфейсов, за счет схематронов, проверок, валидаций, за счет подпинания врачей палкой по голове, вот это все. И это как бы действительно ответственность врачей, она никуда с них не уйдет. Поэтому передача всех сведений о лечении пациента это как бы основа. Ну и конечно же в данном случае не менее важным становится временный контроль состояния пациента, чтобы про него не забывали. Все эти наши присловутые диспансерные наблюдения, они сейчас прямо в голову угла ставятся, имя здравом, региональными министерствами. Это все как бы действительно имеет смысл. Потому что пока пациент на контроле, он своевременно получает информацию, имеет возможность своевременно, насколько это вообще возможно, получать лечение. Если говорить о руководителях, то тут важный момент на самом деле продумывать структуру контроля всех процессов, чтобы это было не хаотично, чтобы это было понятно. Сейчас очень много тоже мы обсуждали на секции по поводу внесения в эффективные контракты каких-то показателей. Ну понятно, все вносят ЕЦК, но и помимо ЕЦК в общем тоже можно немножечко размахнуться и подальше. Максимальное снижение тормозящих факторов, чтобы не было бюрократии, чтобы люди, которые должны выстраивать систему, занимались этим, они писали там ответы на какие-нибудь формальные письма и не дай бог обращениями не занимались. И понимание структуры, в общем, расходов своих, наверное, чтобы можно было все, что делается в регионе, не тормозить никогда, а всегда показывать, что это все имеет экономическую целесообразность, и это все должно развиваться дальше. Тогда никто ваш поезд изменений и трансформации никогда не остановит. Ну и глубокое планирование наперед, я считаю, это прямо в госпроцессе, это просто краеугольный камень. Если ты задумал план на три года, значит, ты плюс-минус готов к всему. И не менее важная полноценная пиар-поддержка. Не знаю, на самом деле, насколько там активно это все в других регионах. Мы у себя стараемся и соцсети вести, и отвечать в ВКонтакте, в профильных соцсетях. И мы делаем различную полиграфию, размещаем ее в транспорте, размещаем ее на выставках, делаем рассылки по медорганизациям, они это размещают на сценах. Вот это все на самом деле, ну, такие простые вещи, но систематическое исполнение сильно повышает, в общем, итог, когда пациент понимает, что он может сделать, когда пациент готов к этому всему и понимает свои возможности и права. А с этими пациентами, что важно, это вовремя врачу ходить, во-первых, потому что когда вот эти истории, что кто-то там завис маршрутизацией по онкологии на несколько месяцев, и на самом деле он просто сам не ходил, а когда у него спрашивают, а почему-то не ходил, он сказал, слушайте, ну и что, у меня картошка, уже там сажать, пора я поехал на дачу. И это реальная история и до сих пор. Вроде бы смешно, вроде бы и не очень. Понимание, когда, где можно какую информацию взять, это то, что я только что сказал по поводу информирования пациентов, естественная вещь. Я считаю, что важный момент – это жалобы, жалобы должны быть, их должно быть много везде, по любому поводу, и должны быть люди, которые их разбирают и как-то это учитывают в работе любых продуктов, потому что без этого вообще никак. Конечно, платформа обратной связи и ПГУ – особенная история, потому что несмотря на то, что жалобы получают регионы, и ПГУ сама по себе не так быстро меняется, и в общем, как-то у нас потоки изменений, которые должны привести жалобы, и сами жалобы, они как-то разведены, хотелось бы единого какого-то туннеля. Ну и привычку нужно вырабатывать, использование этих сервисов, на самом деле. Тут, я думаю, важный момент – это как мы сами их формируем, насколько мы хорошо их продумываем и заинтересовываем им пользоваться дальше. По поводу единого протокола обменными данными я не буду сильно останавливаться. Это да, нужно делать единую ЕМК, неважно, какой вы там подход используете. То есть у вас протоколы и базы хранения должны быть такие, что можно было из различных компонентов ГИСА, например, в данном случае обращаться и анализировать информацию в любом варианте. По поводу структуры мониторингов. Ну, у нас конкретно в Питере есть личный кабинет руководителей органов власти, личные кабинеты. У нас есть 18 районов отдельно выделенных для каждого района. Есть свои личные кабинеты. Все основные показатели, там должна висеть, люди должны знать о них, люди должны получать по башке, если они не спорят туда хотя бы раз в день. Извините, что я, может быть, упрощаю, но я думаю, что тут надо не изысканными словами говорить, а тем, как это на самом деле в жизни выглядит. И если говорить о формате представления данных пациентам единым, то вот это пример, на самом деле, я вчера прям взял и вырезал. Вот у нас есть внутри, в разработке программный продукт, который содержит в себе все по порталу, все эскизы экранных форм. Вот у нас здесь больше сотни экранных форм, некоторые из них очень длинные такие страницы. Все это вот было нами прорисовано с разработчиками, с ребятами. Через пользовательские сценарии мы сидели, продумывали, чтобы всем было понимание, что это непросто, это небыстро и нужно быть готовым вот к этому этапу. Не нужно говорить разработчику, ну там, нарисуй что-то как-то примерно там, ну ты сам знаешь. Вот это прям вообще. Вот все, что здесь нарисовано, оно очень жестко прошло через наших цензоров. Мы тут сами правили, выбирали цвета, иконки там говорили, эти не те, возьмите. А вот тут, тут линии закругли. Вот это постоянный процесс. И во многом это должно проходить через мясо, на мой взгляд, через компетентных людей, которые следят за процессом и которым потом за это отвечать. Нетрика не будет отвечать за то, что кого-то там в Питере начнут ругать по поводу там неудобства портала. Тут чуть-чуть, да, вот это вот общий был план, это чуть-чуть более вглубь, вы видите, это просто какая-то маленькая часть процесса, она вот последовательными этапами разрисована прям четко. Без этого невозможно на самом деле работать, очень сложно говорить где, потому что не так сделано. Когда вы работаете в рамках госконтракта и сроки вас поджимают, чем быстрее и четче вы это сделаете, должны понимать, и вы разработчики, тем как бы лучше. У нас разработчики не сразу поняли, но потом очень хорошо привыкли, и в общем мы уже понакатанно идем не первый год. Не буду сильно долго останавливаться по поводу центра электронного здравоохранения, который у нас был организован во время нашего оригинального проекта. Здесь важный момент, я хотел показать, что вот можете посмотреть отдельно, как мы сформировали реально на практике целый круг работ, которые одна перетекает в другую, и в итоге мы все время, катаясь по этому кругу, как на каруселях, мы повышаем уровень качества, уровень доступности помощи, уровень удовлетворенности населениям, и этот круг бесконечно может работать. По поводу стадии цифровой трансформации для пациентов, если мы говорим о пациентно-ориентированности и то, к чему мы двигаемся, если мы начинали с бумаг, с очередей, непонимания вообще кому и куда обращаться, то теперь мы имеем электронные документы, запись на прием, мы видим в каких-то частях маршрутизацию, будем тоже, конечно, над этим работать получше, но и Минздрав уже взялся у нас за маршрутизацию, теперь у нас две работы, нужно свою продумать и с Минздравовской соединить, тем не менее, эта работа уже как бы, ну так значительно прошла вперед. И куда двигаться дальше, очень кратко, я надеюсь, что мы перейдем к какому-то интернету вещей, начнем работать с носилыми дистанционными приборами, слежение за состоянием здоровья, искусственный интеллект уже все начали использовать, слава богу, очень много уже положительных результатов, и сегодня у нас есть, у нас тоже ребята рассказывали, вот, ну и вот вкратце, да, следить за соцсетями, как я сказал, следить за технологиями, за их улучшением, и следить за собственной мотивацией, чтобы не сгореть, пока вы все это делаете. Кратко это все. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...